Все флаги регионов уже скоро отправятся в гости на Северный полюс. Накануне в Москве дали старт проекту «Арктика-2015». Кто войдет в состав экспедиции и к чему готовятся ее организаторы, с первых уст узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. От южных морей и до полярного края. Делегатов из более чем 40 регионов страны собрали в одном из самых больших залов общественной палаты. Но и здесь едва хватило места для всех, кто приехал в Москву на презентацию нового проекта. Уже в апреле из столицы на Северный полюс отправится самолет с флагами всех 85 субъектов страны. Экспедиция планирует финишировать на станции Борнео, и именно там будут развернуты полотна регионов. Подготовка к этому полету уже началась. На самом северном форпосте России, на земле Франца Иосифа, участники экспедиции проведут первую демонстрацию самого большого флага России, флагов регионов России, городов и социально-ответственных компаний. В состав первой группы входит 30 человек. Все председатели и руководители проекта «Арктика-2015» 6 человек. Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. Вслед за этим специальным рейсом на Северный полюс отправятся еще два борта. В состав экспедиции войдут и журналисты, и с самой крайней точки планеты организаторы планируют провести телемост. Герою России, нашему земляку Николаю Гаврилову, прекрасно известно, что придется испытать участникам этого проекта. Он не раз летал туда и сам, причем генералу-лейтенанту приходилось доставлять на Северный полюс и гостей из-за рубежа. К примеру, князя Монако. В этих местах, вспоминает он, царит капризная погода. В любую секунду на льду могут образоваться промоины, которые возможно преодолеть только вплавь. Каждый полет проходит очень на грани холла, потому что меняется погода, меняется видимость, нет магнитного поля Земли. Поэтому от летчиков, от моряков, от путешественников, от полярников требуется очень большая дисциплина и строгая подготовка. Погода меняется от нуля до минус 30 с большим ветром, снегопадом, туманом. На Севере наше присутствие, наше дружное присутствие означает всем нашим урагам, что мы по-прежнему сильны, дружны. И мы можем легко проводить такие акции и мероприятия в самых труднодоступных районах. Организаторы проекта готовы ко всему. Его участников поведет вперед известный телеведущий, председатель экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Он говорит, что эта акция должна показать всему миру, что россияне – сплоченный народ и преданно любят свою родину. Это все же в космосе видно, это все снимается, это все пропагандирует. То есть вот это информационное поле, о котором мы говорим, надо его активизировать, сделать взаимосвязанным, чтобы каждый регион все время, все, что в нем происходит, сообщал бы другим, и это бы распространялось именно на тему вот такой вот культурно-патриотической. Если даже что-то там по погоде не получится, то мы все равно обязательно будем на земле Франции и Иосифа, где наши поселочки есть российские. Мы поедем на остров Шпицберген. Церемония передачи флагов республик, краев и областей растянулась более чем на два часа. Участие в ней принимали полномочные представители субъектов, заместители региональных министров и депутаты. Своё место здесь заняли флаги Чувашия и Чебоксар. Для каждого субъекта организаторы установили строгие требования. На Северном полюсе будут представлены не только регионы, но и их столицы. Все флаги, в том числе и Чувашский, и Чебоксарский, отправятся туда вот в таких сумках светохаки. Размер каждого полотна составляет 3 на 4 метра, не больше и не меньше. Делегаты, которые привезли в Москву свой флаг, отмечают, что это по-настоящему почётная миссия. Каждому из них вручили специальные свидетельства и нагрудные знаки. То, что мы участвуем в этом, наряду с другими регионами, это очень знаково. Серьёзное значение мы придаём. Участие в данной акции, кроме всего прочего, ещё повысит и узнаваемость города. И, соответственно, немножко дополнительно, я думаю, привлечёт и увеличит инвестиционную привлекаемость города. Эмоции самые позитивные, потому что это мероприятие приурочено к 70-летию Великой Победы. Это историческое событие, в котором чувашский народ наравне с другими народами Российской Федерации, с русскими, татарами, башкирами, изменил ход мировой истории. Но яркая точка этому проекту будет поставлена 12 июня. В День России на Поклонной горе состоится красочный парад флагов регионов. Медриковалёв, Эндрис Пердонов. Республика. Из Москвы. Спасибо.